Тверь возглавила турнирную таблицу профессиональной футбольной лиги сезона 20-21. Это произошло после того, как подопечные Вадима Гаранина дома разгромили команду «Ленинградец» со счетом 3-0. Для нашего коллектива эта победа стала четвертой подряд и третий подряд без пропущенных мячей. С подробностями Никита Васильев. Кажется, лучшего начала первого в истории сезона в профессиональной футбольной лиге для клуба «Тверь» и представить было нельзя. Четыре победы, одна ничья и чистое первое место по итогам первых пяти туров с 13 очками в активе. В последних трех матчах подопечные Вадима Гаранина и вовсе не пропустили ни одного мяча. А общий счет поединков 7-0. Очередной жертвой на пути Твери стал «Ленинградец». Причем хозяева открыли счет уже на шестой минуте матча. И мяч влетает в ворота гостей. Первое же опасное стандартное положение, не считая углового удара, который тоже является стандартом, и заканчивается забитым мячом. Очень скоро тверетяне удвоили преимущество. На 18-й минуте мяч в ворота ленинградца после удара Ярослава Ивакина добил Игорь Турсунов. Для Турсунова этот гол стал третьим в турнире, что позволило ему ворваться в семерку лучших бомбардиров. Вот сейчас опасный перехват в центре поля. Здорово, стенку сыграли. Она добивает седьмого номера. Игорь Турсунов второй мяч добивает на 18-й минуте. Молодцы, тверичаник. Но и на этом хозяева не остановились. Во втором тайме счет до Разгромного довел вышедший на замену Даниил Ерофеев. 3-0 и очередные три очка в копилку. А вкупе с поражением одного из фаворитов лиги команды Долгопрудной эта победа позволила команде Вадима Гараньна возглавить турнирную таблицу ПФЛ. Комментируя итоги встречи, рулевой Твери отметил, что полностью удовлетворен результатом. Но в игре есть где прибавить. Мы максималисты и всегда хочется чуть-чуть лучше, чуть-чуть больше. Ну, наверное, не самая плохая игра. А фрагментами, опять-таки, хотелось бы чуть-чуть лучше. Но мы, как я говорил, с шажочками маленькими от игры к игре, от момента к моменту, от эпизода к эпизоду. Наверное, сейчас удовлетворение присутствует. Подтверждать свое право на самые высокие места в турнире тверетянам предстоит уже в ближайшую субботу. Команда Гаранина сразится с «Динамо-2». Соперник, пожалуй, самый серьезный из всех, что уже были.